здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл программа о том что делает нас лучше у микрофона надежда ничанова и сегодня в нашей студии приятные гости врач и кушер гинеколог тренер телесных женских практик варвара попова доброе утро варвара доброе утро утро сегодня мне хотелось бы затронуть такую тему как жизнь в женском теле почему мы так или иначе живем по неким циклам да все это знают но как бы иногда непонятно почему у нас скачет настроение или какой-то эмоциональный бывает там скачок апатия либо радость и эйфория и так далее вот об этом во всем хотелось бы поговорить и как планировать и строить жизнь в соответствии с женским циклом действительно это очень важная тема я люблю об этом говорить потому что когда женщина живет в согласии со своим женским циклом то действительно жизнь ее меняется и в этой жизни появляется нам много больше ресурсов наш женский цикл определяется нашими гормонами именно они вызывают перепады настроения вызывают изменения реальные в нашем женском теле именно они определяют как мы себя будем чувствовать состояние ресурса или не ресурса и запускает наш женский цикл наш головной мозг там есть специальное дело где выделяются специальные сигнальные молекулы гормоны они подают сигнал в наши яичники вот так он запускается вообще первым днем женского цикла считается первый день начало кровотечение ежемесячного и в этот период женщина особенно уязвима по сути говоря матка это как открытая поверхность открытая рана с коту на которой требуется особенное внимание и заботы и бережное отношение в этот период минимальный уровень гормонов нашем теле и поэтому он так сложно с нашим эмоциональным состоянием и поэтому нам так тяжело бывает выносить это время и вообще надо сказать что у здоровой женщины это состояние нарушается совсем чуть-чуть легкая слабость легкая усталость это нормально каких-то выраженных болей или на каких-то прям резких перепадов настроения желание должно желание до всех вот прям побить такого быть не должно это показатель того что не в норме на женский цикл и что-то с нашим гормональным балансом не так и это особенно уязвимый период очень здорово чтобы женщины о себе позаботились в это время нам важно быть в тепле мы начинаем мерзнуть нам нужно согреть ноги нужно согреть наше тело здесь уместные теплые горячие напитки нужно позаботиться о том удобном времени для гигиены о комфортной одежде и белье это очень действительно важно и к сожалению в потоке такой современной насыщенной жизни женщины про это забывают очень нас в этот период может тянуть на сладкое здесь это большая опасность потому что здорово на сладкое но не делать ставку не увлекаться на кофе потому что это искусственные источники ресурса они не дают нам дополнительной энергии эти самые эндорфины которых не хватает они выстегивают просто наши источники наши ресурсы изнутри тратят наши запасы затем после того как кровотечение наше прошло до в этот период лучше всего сделать простые какие-то запланировать прям какие-то очень простые дела лучше всего в этот период идет уборка какая-то или структурирование или избавление от чего-то лишнего завершения незавершенных дел вот прям взять свой ежедневник и распланировать его в согласии со своим циклом и это можно прям запланировать на предполагаемое начало вот этих дней этого цикла можно запланировать вот такое завершение незавершенных дел на введение какой-то структуры это очень интересный подход и никогда об этом не слышала чтобы об этом говорили врачи гинекологи да ты знаешь я очень бережно отношусь к женскому телу и сейчас много лет уже изучая его вот именно с этой точки зрения ресурса ощущение гармонии и жизни в согласии с циклом они против него поэтому я так живу и у с удовольствием рассказываю о том как жить женщинам тоже в согласии вот с женским циклом и можно прям запланировать во-первых начать вести календарик женский во вторых начать планировать своем ежедневнике дела в соответствии с фазами женского цикла и так мы выяснили что первый период особенно критический периода критические дни когда лучше самые самые простые дела и не увлекаться сладким и вот этими энерготониками искусственными которые только выстегнут ресурсы по итогу создавая видимость что они дают ресурсы затем наступает достаточно хороший период когда наш головной мозг его специальные отделы посылают сигнальные молекулы посылают гормоны в яичники которые запускают рост фолликула будущей яйцеклетки в нашем яичнике а яичники это наша главная гормон продуцирующая фабрика главная гормональная фабрика там выделяются гормоны эстрогены и эстрогены это гормоны роста хорошего настроения начинают расти ткани начинают они хорошо кровоснабжаться мы чудесно начинаем выглядеть улучшается увлажненность и сияние нашей кожи прилив сил и вот тогда можно планировать какие-то социально активные дела какие-то активности что-то в социуме что может нам быть важно взаимодействие с людьми может быть какие-то новые планы новые активности решения каких-то важных дел прорывы планирования вот таких активностей путешествия какие-то на работе какие-то планы вот такое возможно в этот период если женщина здорово вот этот очень важный момент, если женщина здорова, хорошо в питании включать фитоэстрогены. Если в период кровотечения очень важно поддержать уровень железа, так как мы теряем его с кровопотери, то здесь очень хорошо включать фитоэстрогены при условии, если женщина здорова, отклонений в состоянии здоровья нет. И очень важно, чтобы был очень яркий такой сбалансированный микроэлементный состав, витамины, микроэлементы, чтобы присутствовали практически все. Затем сигнал из головного мозга особенный поступает, всплеск другой уже сигнальной молекулы, такой пиковый выброс гормона с другого, и он вызывает овуляцию, то есть выход вот этого яйцеклетки, которая созревала в первую фазу цикла в яичнике, выход из яичника, и это называется овуляция, выход яйцеклетки из яичника. Если это произошло, то маточная труба подхватывает яйцеклетку, начинает ее передвигать по направлению к матке, а навстречу ей могут уже бежать мужские клетки, сперматозоиды для того, чтобы случилось оплодотворение. В этот период женщина особенно фертильна, то есть способна к зачатию, у нее повышается такая яркость, манкость, привлекательность, у нас сияющая кожа, сияющие глаза, мы особенно пахнем, особенно вкусные и привлекательные, и наше состояние максимального ресурса. Это время хорошее для прорывов, для каких-то ярких рывков, толчков в нашей социальной сфере, и это время можно прям запланировать. В этот период очень хорошо из питания включить, например, авокадо, это такие продукты, способствующие фертильности и здоровой овуляции, и, например, убрать те продукты, которые содержат много цинкосилена, те продукты, которые поддерживают уровень мужских гормонов, потому что на фоне вот этой ресурсности может женщину выстегивать немножечко в такую агрессию легкую. В этот период может женщина наблюдать, и тогда с помощью питания вот эту агрессию, ну и с помощью осознанности вообще наблюдения можно скорректировать. Затем в этот период хорошо побыть с любимыми своими, если особенно нам нужна беременность. Затем наступает фаза вторая, так называемая вторая фаза цикла. Это фаза спада. То место в яичнике, откуда вышла яйцеклетка, где произошла овуляция, под воздействием, опять же, сигнальных молекул из головного мозга, замещается особенной тканью. Она желтоватого цвета, поэтому называется желтое тело. Все очень просто в теле в нашем. В этой ткани в яичнике вырабатывается главный гормон прогестерон. Наверное, каждая женщина про него слышала. Это гормон второй фазы. Он воздействует на многие ткани в нашем теле, в первую очередь на матку и готовит в матке пуховую перинку для того, если на тот случай, если состоится беременность, состоится оплодотворение, прогестерон готовит в матке пуховую перинку для будущей беременности. Что он делает в нашем теле? В начале вот этой второй фазы цикла он создает в нас особенную толерантность, особенную терпимость, особенную способность решать какие-то сложные задачи, может быть, переговоры какие-то провести с нашими любимыми, с нашей семьей, с нашими близкими. Вот этот период особенной такой семейственности, особенно хорошо побыть с нашими родными, с нашим родом, может быть, решить тоже какие-то незавершенные вопросы, что-то обсудить, что важно было сделать. И это здорово, этот период такого немножко замедления. Замедление и спады немножко ресурсов, они еще есть, но они немножко идут уже на спад. Этот период не для активных действий, а для более мягких каких-то действий. Тоже здорово его прописать себе в ежедневнике. И затем наступает заключительный период нашего цикла уже перед критическими днями. Многие женщины его ощущают как ПМС. В этот период идут все гормоны на спад и уровень эстрогенов, который уже давно идет на спад, и уровень прогестерона тоже пошел у нас на спад. И тогда женщина может ощущать вот эти вот признаки предминструального синдрома, ПМС всем известного, который вообще-то, надо сказать, тоже является ненормой. Это ненормально, когда женщина сильно отекает, когда сильно болят молочные железы, когда у нее перепады резкие настроения и хочется всех прибить. Это ненормально, когда боль возникает перед критическими днями. Это ненормально. Это признак того, что есть нарушения. И женщина, когда начинает жить в согласии с циклом и питаться, и корректировать образ своей жизни, здесь, конечно, это тоже выравнивается с помощью образа жизни с помощью телесных практик. Это все можно выровнять. И это признак отклонений от здоровья. И в этот период мы снова становимся уязвимы у нас за счет низкого уровня гормонов. Как раз вот эти идут перепады настроения, о которых ты говорила, спрашивала. И здесь мы тоже особенно эмоционально уязвимы. Здесь лучший период для того, чтобы самые мягкие дела, какое-то расслабление, поддержать себя чаями, например, травяными, вроде мяты, мелисы, слегка успокаивающими. Здесь тоже может быть повышенная потребность в сладком. Его можно заменить, например, на кероп или какао. То есть действительно, например, напитки согревающие, дающие ресурс. Сырые овощи и салаты лучше заменить на тушеные, например, или запеченные фрукты и овощи для того, чтобы согреть наше тело, потому что мы ведь мёрзнуть начинаем в этот период. Уходит вот этот энергетический гормональный ресурс. И на всю вторую фазу цикла очень хорошо добавлять растительные масла, вроде тыквенного, грецкого ореха, конопляного масла, масла тыквенных семечек, рыжикового масла. Вот в таком плане они как раз поддерживают вторую фазу. Из них постепенно организм синтезирует гормоны второй фазы цикла, их поддерживает. Вот такой у нас женский цикл. Ну и если беременность наступила, то следующий цикл не будет запущен. Если беременность не наступила, матка кровавыми слезами оплакивает несостоявшуюся беременность, потому что всё это было только ради беременности. В общем-то, игра гормонов и работа головного мозга. Да, работа головного мозга, игра гормонов и отклик каждой ткани нашего тела на эти сигнальные молекулы, на эти гормоны, которые то нарастают, то убывают волнами. И так проходит наша цикличная женская жизнь. Рекомендации получились очень классные, очень конкретные. И всё же таки, как начать внедрять это поэтапно? Потому что не всегда получается прям сразу всё. Вот что ты порекомендуешь, с чего начать? Знаешь, так как мы живем в такой очень насыщенной женской жизни, и я очень за то, чтобы женщины не отказывались ни в коем случае от своих успехов, от своих каких-то достижений, от реализации творческой или проявлений в социуме. Я за то, чтобы всё это сочетать. И как раз не за то, чтобы отказываться от каких-то проявлений ярких в жизни, но за то, чтобы встраивать их в определённую фазу, чтобы они были гармоничны с нашим внутренним течением гормональным циклами. И первое, что я рекомендую, это просто завести менструальный календарик и начать отмечать свои фазы цикла, начать за ним наблюдать, а выяснить, а какой он у меня вообще длительности, а регулярный ли он у меня, а нет ли каких-то отклонений, а есть ли у меня боль или как проходят мои личные эмоциональные гормональные горки, и вообще я это всё чувствую или нет. И, наверное, мы начнём чувствовать. Даже это даёт огромный ресурс. Затем начать планировать в своём ежедневнике. Вот сегодня вот этот период, вот эти 3-4-5 дней у меня лучше всего идут на такие-то дела, а следующий период на другие дела. Где-то я иду на подъём, на активность, где-то я иду на спад, на бережную заботу о себе. Это позволит себе чуть больше отдыха. Да, где-то я могу тратить больше ресурсов, где-то я могу их накапливать и действительно больше отдыхать, больше спать, прям запланировать эти дела. Ну, я так поняла, услышала сегодня о правильных жирах. Это правильные растительные масла плюс авокадо, которые поддерживают и работу головного мозга, и гормональную систему. Вообще гормоны женские, вообще половые, мужские тоже, да, половые гормоны синтезируются из холестерина. И это исключительно животный жир, но, тем не менее, наше тело может растительные масла расщеплять, добывать из них те строительные молекулы, из которых потом тоже гормоны построят. И в растительных маслах ещё содержится, здесь не только суть в самом жире, сколько ещё в множестве микроэлементов и витаминов, жирорастворимых, которых больше взять негде, которые помогают поддерживать тоже, участвуют в синтезе наших гормонов. Вот такие истории. Благодарю за разговор. И под занавес программы очень хочется спросить о спорте, о физических нагрузках, что и как ввести, что может быть полезнее, когда, в какую фазу предпочтительней. Во время критических дней. Есть очень много мифов на эту тему. Считается, что лучше вообще отказаться. Я за то, чтобы всё было по самочувствию, за то, что если есть мягкие нагрузки, растяжка, это вполне допустимо, если женщина при этом себя хорошо чувствует. Единственное, что перевёрнутые позы рекомендуется всё-таки исключать. Сейчас много споров на эту тему, но всё-таки пока рекомендуется исключать перевёрнутые позы, когда таз находится выше головы. И активность, высокие нагрузки рекомендуется убирать во время критических дней, лучше мягкие нагрузки. Затем, когда гормональный идёт прилив, первая фаза нарастает, допустимые умеренные вполне нагрузки. Высокие я вообще не приветствую для женского тела. Умеренные нагрузки вполне допустимы. В период овуляции лучше всего избегать упражнений с нагрузками на суставы. Особенно коленные суставы, локтевые. Там вырабатываются молекулы, которые размягчают связки. И высокий риск травматизации суставов в период овуляции. Вот эти нагрузки лучше убрать. На вторую фазу цикла, на первую её часть, вполне допустимы умеренные нагрузки. Когда мы подходим в ПМС, и женщине, как правило, ничего не хочется. Вот здесь, наоборот, здоровые, мягкие, очень бережные нагрузки, вроде йоги мягкой или растяжки, они очень хороши. Они очень хороши, и как раз могут снять ПМС, убрать застой, усилить отток лимфы, приток кровообращения здорового. Настроение как-то стабилизировать. И настроение стабилизировать, и выбросить агрессию. Вот здесь вполне, да, они подходят и могут облегчить. Варвара, я благодарю тебя за разговор. Он получился, как всегда, полезным, насыщенным, содержательным, очень структурным, ёмким. Спасибо. Благодарю. Я думаю, что все наши женщины, кто сегодня услышал эту программу, возьмут что-то для себя на заметку и начнут потихонечку применять это в своей жизни. Здорово. Это было бы очень хорошо. Да, всего доброго, всем здоровья, до свидания. До свидания. Здравый смысл. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.